здорово интернет и именно ты я так рад потому что все вместе вы смотрите практически юбилейный 44 дайджест на крипто коммансах и в сегодняшнем выпуске я реально буду краток потому что мы с вами рассмотрим одну важную тему с выводами по ней плюс мы с вами поговорим чуть-чуть о параллельной практически второй теме очень маленькой и очень быстро но опять же все самое главное мы раскроем в конце мы с вами поговорим на ваши интересные темы в потрясающих комментариях которые вы огненно оставляли к предыдущему выпуску ну и пару слов о том что нас ждет в будущем и как на это реагировать без лишних слов погнали и так тема номер 1 xrp точнее xrp ledger не буду сейчас вдаваться подробности о которых говорил в ньюсблоках просто скажу основное настолько бурно активно интенсивно я бы даже сказал агрессивно развивается именно сам ledger сама инфраструктура блокчейна что на фоне всех новостей относительно каких-то там эмиссий выпусков токенов разблокировав какого-то нового протокола он реально выделяется и вот почему во первых не забываем что якорь под названием дело сек никуда не делся все равно монотонно не спеша он его тянет и старый сторожей во вторых эти ребята запускают сейчас решение на блокчейне связанные не только с big trade фай о которых мы тоже много говорили потому что изначально стратегии ripple всегда в сторону крупных традиционных финансов они запускают конкретные инструменты для конкретных так сказать узкейсов реального нашего применения в жизни не абстрактного какого-то знаешь которая вот может быть удобно там да там по и по пригодится кому-то там а вот уже сейчас востребовано и настолько сейчас активно показатели самого блокчейна с точки зрения определенных признаков движения изменения эволюции смарт-контрактов всплывают наружу что сказать что никакие сдерживающие факторы сейчас не являются им помеха это значит ничего не сказать они действительно как паровоз на полной скорости прут и прут вперед и более того тянут огромный груз сзади себя и так digital иди цифровой паспорт о котором я говорю вниз блоках основная вещь это не какая-то вещь которая будет преследовать контролировать и да там с большой брат на блять нет это наоборот идентификация блокчейне юзера которая будет позволять в общем другими словами очень просто как цифровая печать типа у нас которая квалифицированная электронная подпись но только это не то что кто-то там выдает на стороне и вот которая там временно там должна быть ограничены и прочее это другая вещь это твой цифровой идентификатор к которому ты можешь привязывать определенные части информации верифицированные другими авторизованными там типа удостоверяющим центрами короче грубо говоря ты сам определяешь то что ты открываешь что не открываешь но самое главное что аутентичность и подлинность этих данных будет верифицироваться и это реально очень круто идем дальше по некоторым функциям смарт-контрактов в xrp ledger можно хоть и косвенно но довольно четко и точно определить что сейчас xrp ledger переживает буквально взрывной бум развития dex решений речь идет конкретно о крейт-офере неважно сейчас что это означает смысл просто в том что это открытие смарт-контрактного взаимодействия с пользователем который авторизует свои на вере как это выход на вот эту ставить авторизации своих активов вещь которая необходима для работы фактически всех децентрализованных бирж это даже все лирика главное в другом что сейчас это так активно начать развиваться что говорит о том что конечно же это сейчас не там захват первенства рынке не суть суть в том что это вещь ведь рипл xrp ledger это xrp мы знаем про эфир мы знаем про солону ну блин ведь xrp это совсем вроде бы про другое и сейчас из этого совсем другого она постепенно приходит и вот конкретно к этому речь идет про трейд фай большие финансы банки и прочее прочее а здесь это то что сейчас такое нативное настоящая для блокчейна это обалденно это настолько круто это говорит о том что сейчас рипл не только для всяких там дядек и толстосумов с деньгами и вообще это все плохо бла-бла-бла это реально очень круто рипл сейчас возвращается в истоке в русло истинного настоящего крутого блокчейн фактически вот направления это просто обалденно и не забываем по-прежнему вот этот якорь нерешенного вопроса сек несмотря ни на что ребята просто локомотивом мчаться какому-то ну будущему я очень надеюсь и светлому ну и финал очка твентиман шерс стала третьим заявителем подавшим заявку на spot xrp и те первым вторым были битвайс и canary capital то есть деньги и бизнес несмотря ни на что понимают что выгодно им понимают выгодно что клиенту и идут в этот паровоз который кстати едет и не собирается похоже останавливаться ведь сек несмотря на то что раньше она считала xp ценной бумагой даже в эпиляции в деле против ripple не подала пункт о том что она не согласна решением судей аль на анализа торрес который сказала что xrp по своей натуре не является ценной бумагой давайте сразу к выводам что я могу сказать несмотря на все сложности которые до конца сейчас ripple еще скажем так не отпустили этот локомотив не просто едет вперед разгоняется а продолжает реально честно по крайней мере меня удивлять я говорил много раз что не испытываю какие-то там теплых чувств к серпе какой то он был противоречивый изначальный проект сильная интегра сильная централизация в общем все эти дела традиционные финансы стратегия направлены туда но сейчас я смотрю как он движется как развивается особенно с учетом того что я только что сказал связанному с возвращением вот этот как бы истинное русло блокчейна и и сути со смарт-контрактами я сейчас смотрю этот проект и мне кажется что реально мое отношение к нему было сильно предвзятым не знаю время покажет но как мы знаем кристального шара который подсказывает нам будущем нас нет но мы делаем все возможное чтобы это будущее максимально определить а мы с этим движемся дальше маленькая тема номер два прям практически полтора и очень быстро это проект совместной коллаборации даже сказать бы интер операбельности трона и чейнлинка очень быстро чейнлинк возможно ты знаешь что это такое если совсем кратко это такой фреймворк надстройки над большинством основных блокчейнов который позволяет им взаимодействовать ну естественно это все как бы выглядит в виде мостов определенного там толку но основная суть в том что как бы главная идея этого проекта в том чтобы к блокчейнам блокчейнам точнее им самим позволять взаимодействовать с внешним миром по сути блокчейны сильно изолированная вещь то есть они с фактически за счет этого и сохраняют свою безопасность и такую скажу на устойчивость другими словами ты не можешь в блокчейн взять и что-то там подключить чтобы он с чем-то взаимодействовал это сильно закрытая экосистема это должны некой системы это привод ядро такой закрытый такой мирок чейнлинк делает возможной взаимосвязь через определенные технические решения этих блокчейнов с определенными внешними источниками данных их еще называют оракулами так вот смысл в том что в мире как раз вот оракул оракул дата провайдеров чейнлинк ну по-хорошему безоговорочный лидер какое-то время назад я об этом говорил не помню точно то ли в ньюсблоке или в дайджесте но суть в том что чейнлинк вообще хочет стратегически объединить вообще всех блокчейн ну конечно это утопия но основная суть в чем трон который как бы что из себя представляет трон да там блокчейн хороший быстрый там со смарт-контрактами группа в стейк вообще все отлично но если посмотреть на скажем так долю его в рынке она небольшая я сейчас не говорю простые балкой вот стейбл коины это просто прям вообще троновская номер один община и на супер сила и теперь это супер сила по сути становится доступной через чейнлинк многим другим блокчейном если прям совсем вот простым языком то ликвидность которая доступна на троне не сам прям трон но через блокчейн трона и теперь через чейнлинк станет доступна и другим проектом что по хорошему является огромным бустером просто прям взрывной мощи как для самого трона естественно и для чейнлинка и для тех проектов которые будут вот в этом тандеме теперь подключаться и работать сухой остаток и выводы этого фактически наверное как бы повествование в том что трон посмотри даже на trx как бы ну трон trx то что ну монетка да прикольно а посмотри как она стабильником продолжает не спеша не взрывными темпами расти и двигаться вверх и сейчас она получит дополнительный еще толчок прям можно сказать пинок под зад в хорошем смысле этого слова и чейнлинк да я тоже этим проектом можно сказать не увлечен мало про него что знал и не погружался но перспективы как по мне просто огромный важный момент конечно это не финансовый совет бла-бла-бла да должен это говорить просто потому что никоим намеком и образом это не идеи подсказки что слушай давай классный общение ни в коем случае нет это только про обзоры и какие-то выводы все решения ты принимаешь сам потому что в любом случае это всегда риск знай и помни моя задача тебе это рассказать и скажем так просто обратить твое внимание что есть такие вещи которые зачастую могут оказаться незамечены движемся дальше и так очень кратко об очень важно и в ближайшее время ожидающих нас событиях как бы банально не звучало президентские выборы сша скорее уже даже 6 ноября предварительные но ближущиеся к итоговым значениям мы узнаем если это будет камала с большой вероятностью по моему субъективному мнению ожидать каких-то ярких важных и сильно позитивных событий для крипто вселенной не стоит но если это будет дедушка трамп то человек который болеет фанатически просто вот этой вот вычуранной эпатажностью яркостью действий граничащих с разумностью он будет и даже чем больше чем уверен делать дела которые принимать и причем это так публично рекламировать которые его рейтинг будут по крайней раскачивать и двигать все-таки вверх он будет на слуху он будет этим хайпом просто питаться и жить и поэтому я считаю что действительно генслера оба о чем он уже не раз говорил он уволит одним прям днем важный момент только заступит он не сразу в должность поэтому эти решения будут приниматься не всю минуту после выборов это нужно понимать но это будет весело я думаю абсолютно позитивно для крипто вселенной и с маленькой вероятностью все-таки считаю что он переобудется хотя как многие политики всегда делают и он в том числе на такой ранней стадии и это все переиграет потому что такие решения все-таки остающиеся на памяти сейчас его заявление яркие его решение противоречить этим заявлением все-таки негативную репутацию будут влиять движемся дальше и встречай новинку нашего дайджеста совершенные ноу-хау в мире технического анализа и аналитики рынка не технический анализ объясню почему потому что по рынку в принципе были разговоры и внутри нашей команды о том что может быть в дайджесте что-то там говорить там какое-то свое мнение и в целом наверное может может быть тебе будет интересно послушать непредвзятое глубоко субъективное мнение непрофессионала кстати об этом напиши потому скажи стоит не стоит может быть вообще уберем потом если это будет не нужно во вторых я хочу вот в этих буквально пару минут рассказать точку зрения по рынку не используя никакие инструменты никакие и паттерны никакие классические там формы и прочее прочее максимально абстрагируясь просто глядя на картинку вот человеческие ощущения просто чувство больше ничего и называться она будет действительно не технический анализ потому что она с техническим анализом вот это вот сейчас ситуация и информация который ты услышишь не связано вообще никак то есть корреляции здесь 0 да я знаю что такое восходящие там верха низы там паттерны какие там всякие гипы там чашки ручки все забыли вот просто смотрим на картинку и я тебе говорю что я считаю почему это важно потому что я себя действительно считаю частью толпы как бы это может быть не скажу так вдохновляюще звучало да я один из там из масс серой массы как бы не хотелось быть всегда и выше на человеческий мне кажется все таки подход к рынку независимо от того знаешь ты его не знаешь это мое субъективное мнение нас сильно все равно бедя и мы все равно как бы это ни звучало вот эти самые хамиги которых побреют и наклонят а знаешь просто почему не потому что есть какая-то мама моя опять же субъективный взгляд сила которая всех там бред и нагибает да нет просто мы вот ведем себя очень похоже и зачастую деструктивно и вот почему наживаются опять же на мой субъективный взгляд на нас не какие-то там акулы какие-то монстры а те у кого как у селера реально есть очень мощная сталь и может быть даже какой-то запредельно неадекватный взгляд на происходящее первое и второе это биржи там где идет трейдинг вот они собирают сливки и неважно куда пойдет рынок они комиссию свою получат все это было введение теперь по нетехническому анализу вот этот затянувшийся мощный боковик который здесь вот немного падал да там с февраля до фактически до до сентября а разворачивается и структурно мне кажется здесь все таки все выглядит достаточно позитивно вот по хорошему счету да мы здесь не пробили вот эти вот вершинки здесь вот в этот хайдату отскочили здесь понятно что сопротивление здесь все будут там продавать как-то там пытаться там хоть чуть-чуть что-то поиметь с этого отсутствующего мощный какой-то прогресс бычьего так сказать бычкового рынка но вот этот разворот выглядит довольно таки конкретно мощным и вот как по мне вот здесь просто все устали от этого вялого движения в бок это прямо ну вот вялый такой прям вот он прям дряблый такой вообще да и здесь все пошло прям довольно таки жестко направленном вверх и по хорошему счету мне здесь кажется мы пойдем дальше ну прям вот пойдем вверх выглядит все прямо на рост почему тебе это говорю потому что вот как вот эта толпа я бы вот здесь вот действительно вот почему не каждый даже здесь локальный отскок сейчас здесь вот выглядит как правило насколько аппетитно ты посмотри дал здесь заходи ловить ножи это называется да вот так раз заходишь и вы ждешь вот этого и зеленое пошло это дневка даете нас и прямо пошла пошла но были на рынок выглядит так и ведет себя так что всегда вот эту эту позицию вот как ты прямо все прочувствовал да берет и нагибает поэтому мне кажется что мы будем расти а на самом деле все будет наоборот и мы будем падать вот это мнение хотел тебя донести не технический анализ не финансового совета идем дальше и финальная часть выпуска ваши комментарии огненные читал упивался и конкретно твой и вот если не веришь вот прям сиди смотри сейчас ты обалдеешь насколько будет круто что именно твой комментарий я сейчас и буду упоминать сатоши накамото да я тоже считаю что эта группа людей если говорил твой прочитаю а и кстати у твой сейчас тоже прочитаю но не суть я сейчас много кого прочитаю но ты вот смотри сейчас тоже удивишься а почему быть им риск а потому что если тебя поймают а ты сатоши то тебя будут как чипсы как картошку на чипс так слой за слоем срезать пока ключи приватные на миллион биткоинов ты не расскажешь вот почему и да такие люди найдутся к сожалению наше общество не без таких людей а борода снижает потому что зима близко вот она и снижает и до идеалистов искать тоже согласен что идея не перспективная потому что и кстати не важно это не только в крипте крипто она чревата тем что там много очень проходимцев и мошенников которые на ранних стадиях проектов наживаются на том что токи начинают расти суть крипты не в этом как любой ранний проект она растет в цене и первопроходцы которые до зашли всегда на этом наживаются просто она очень легко дает доступ оказаться первопроходцем но до идеалисты это возвращаясь к тому что человек сам по себе по своей натуре грешник какой бы он идеальный не был все равно какие-то его минусы даже вот прям супер идеальных людей все равно есть не бывает идеальных людей в плане того что где-то что-то черные части какие-то серые истории человека всегда найдутся и вот почему печально многие вещи за счетом скрывать не рассказывать потому что и когда вот прям весь такой идеальный потом всплывает какая-то история связанная с тобой что ты вот оказывается вот плохие вещи какие-то делают просто не очень хорошие да они тебя всегда дискредитируют. Вот почему нужно всегда понимать и осознавать, что люди по своей натуре грешны. Просто бывают вообще черные в плане цвета кожи. По своим поведенческим там, да, там, вот этим паттернам. А есть люди, которые, ну, там, максимально стараются быть там на правильной стороне. Но, опять же, настолько сильно стараются, что уходят в какую-то экстрим. А экстрим всегда это не очень хорошо. Ладно, отвлекся, просто тема реально интересная. Как-нибудь поговорим может быть даже на стримах. Ну, не важно. И про Андреса. Да, я смотрел это, и спасибо, что ты меня тут напомнил. Распределение богатства в мире — это неизбежная проблема, и она всегда будет неравномерной. Даже, опять же, потому что люди по своей натуре слишком сильно разные. Просто есть люди, которым вот, ну, не повезло изначально. Ну, да, вот, ну, блин, да, вот родиться в каком-то там месте, в какой-то части, из этого тяжело вылезти. Вот. А кто-то просто, ну, не может добиться, потому что по своей там натуре, да, такой там, или ленивый, или там, ну, не складывать. Судьба бывает так. Ну, просто вот, ну, какой-то рандом, который вот не ложится. Да. А бывают люди, которые попадают в струю, и так получается, что, да, капитал, он притягивает еще больше капитала. То есть, грубо говоря, когда-то с деньгами, с возможностями, ты все равно выходишь в большую такую, как бы, рыбную сферу, в кавычках, да, где ты можешь потом это все развивать. Хотя, так же успешно можно все это спустить и слить. Есть такие примеры масса. Но самое главное, почему это будет всегда, потому что, даже если все люди гениально, великолепные, и карьеристы, и вот они не сидят сложа руки, и даже если они родились там в каком-то там квартале бедной семье, и вот складывается судьба у них плохая, но вот они все рвут там, там, мир зубами, там, руками и пытаются заработать, если все будут такие, то в любом случае, ну, не получится быть всем богатым. Мир так устроен, что все равно вот это распределение, оно вот, вот как бы, грубо говоря, есть вот среднее, как вот в РПГ. Вот всегда привожу такой пример. Представляешь, что, допустим, есть какое-то определенное количество очков, которые тебе нужно на разные характеристики разболтать, там, размазать. Ты не можешь сделать их все выдающиеся, правильно? Ты чем-то жертвуешь, что-то ты выбираешь. Также и социумом. Ты не можешь всем людям дать избыточность, даже какую-то достаточность. Всегда будет не хватать. Это основная проблема, ну, по сути, естественного отбора. Кому-то повезло, кому-то просто не повезло. Да, в нашей жизни рандом играет огромная вещь, как бы это печально ни было. Но в любом случае, хорошо то, что этот выпуск подходит к концу. Мы с тобой встретимся через неделю, и я желаю тебе удачи, отличной недели, прекрасного трейдинга. Это был Дайжест. Всем пока. Дайжест.